Здравствуйте! С вами программа «Добро пожаловаться». Есть в человеческих отношениях определённые барьеры, разделяющие людей, даже если они родственники. Если дело касается земли, барьеры превращаются в заборы, а конфликты – в судебные заседания. Земля родственников – тема нашей сегодняшней программы. Нина Александровна Евстифеева, жительница Бутурлинского района, не может попасть в свой собственный огород. Соседи не пускают. А я хочу вот на погреб зайти и оттуда с погреба всё вытащить. У меня ещё в погребе там и соленья, и поваренья. Нема и проблемы. Вот видите, как твичает? Мне что, летать теперь? Нина Александровна Евстифеева проживает в одном доме со своими родственниками. К разделу помещения у Нины Александровны претензий нет. А вот с землями творится какая-то неразбериха, жалуется пенсионерка. Мол, эти самые родственники приватизировали всю придомовую территорию. Получилось так, что как дом многоквартирный, значит, ни домовую, ни территорию, когда я оформлял в 2005 году, мне не оформили, так как с земля всего общего дома. А когда Истифеева Марина Александровна начала оформлять в 2011-2012 году, тогда ей, значит, в этом землю строительстве Пашин оформили, увидели, что у меня дворовые территории домовой не оформлены, и оформили всю дворовую территорию одной Марине Истифеевой. Оформив землю в собственность, соседи поставили глухой забор, чтоб уж наверняка Нина Александровна простым путем на свой участок не попала. Теперь пенсионерка вынуждена проделывать путь в несколько километров, чтобы попасть в свой огород с другой стороны, где родственников нет. Я тебе слышу, что ты зашла, ты ходила вот сюда, к соседу машину, молоко носила. Да я тебе не мешала говорить, заглухни маленечко. И я тебе выезжаю здесь вот, теперь у тебя свой проезд есть, все. Вот она говорит, что она там ходила, она там умела право. Я вот сюда поставила машину, когда было сильно грязно. Она у меня здесь одну ночь стояла. Не болтай, болтушка. Они меня принудили ее отсюда выгнать, и мне осталось. Не болтай. Пошлось машину ставить в мастерской. То есть они пользовались нашей придворовой территорией, и пришлось их просто подвинуть на свое место. Из-за этого начались конфликты. О земельных спорах между соседями мы разговариваем сегодня с нижегородским адвокатом Юлией Дементьевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Что значит, когда человек не может попасть к своей собственности, которая расположена на участке соседей? Вот так вот Нина Александровна Истефеева не может попасть к собственному погребу. А путь к погребу лежит через владения соседа. Ну, надо отметить, что вообще вот такие земельные споры, они, к сожалению, встречаются часто. И здесь однозначно с собственником, конечно же, нужно договариваться. Из любой ситуации можно найти правильный выход и без рукопрепокладства, без возбуждения уголовных дел, ссор, скандалов и так далее. Значит, конечно же, если нарушается право собственника, он вправе обратиться в суд с исковым заявлением. Требования могут быть в зависимости от ситуации. Это может быть и, например, установление границ определения, и истребование земельного участка с чужого незаконного владения, и восстановление нарушенных прав собственника иными требованиями. Статья 301 Гражданского кодекса 304-305. Раньше это была земля общего пользования. Каким-то образом соседи приватизировали этот участок? Как можно приватизировать землю общего пользования? Ну, вы знаете, здесь момент какой. Кто впервые подал заявление на приватизацию, кто пользовался в основном этим земельным участком, есть решение суда. То есть суд установил все. Дальше либо оспариваем решение суда в предусмотренном порядке, это апелляция, касация, либо же, если решение суда устояло, то есть оно законно, обосновано, суд, рассмотрев все обстоятельства по делу и все доказательства, оценил их в совокупности, вынес решение. Все. Данный земельный участок принадлежит соседу. То, что на этом земельном участке находится имущество этой бабушки, здесь нужно назначать экспертизу и устанавливать возможный проход к данному земельному участку через другой земельный участок, через другой вход. То есть в данном случае непосредственно сама сторона должна будет доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается. Привела своего сына бить меня раз. Пока его не было дома, он меня на крыльце вот так нагнул за голову, мне вот сюда надавал кулаками. Это первый раз. Второй раз он меня встретил в воротах, он мне нос вот так крутил. Как я еще могу их сюда пустить? Они меня здесь убьют. Договориться по-родственному у родственников не вышло. Поэтому Нина Александровна отправилась в суд, чтобы оспорить новые границы участка своих соседей, считая разумным оставить собственнику хотя бы небольшой проход к своей земле. У нас калитка в угород была. И все пользовались до 2014 года, можно сказать, все пользовались этой калиткой. Я уже не хожу там. Они, во-первых, в седьмом году, это Марина, мне наставила нож сюда. Она вдруг влетает и мне ставит нож вот сюда. Ты ходишь по моей земле. Вот ответ. Я говорю, а в угороде ты по моей ходишь? Ей говорю. И вот она схватила меня за волосы, очки с меня стащила. Хорошо, муж был трезвый. С чем бы у нас тут кончилось, я не знаю. Суд вынес решение не в пользу Нины Александровны, поскольку границы спорных земельных участков были согласованы много лет назад другим собственникам. Мне она не нужна. Вокруг он там. По закону родственники правы, не подкопаешься. Да и по житейски, наверное, тоже правы. Моя собственность хочу пускаю, хочу нет. А в это время 80-летняя Нина Александровна совершает очередной многокилометровый марафон, пробираясь через всю деревню к своему огороду. Мне непонятно, что правильно усмотрел суд в действиях соседей. Суд усмотрел, что тот земельный участок, через который идет проход в огород, этот земельный участок принадлежит непосредственно соседу. И поэтому здесь как бы получается вопрос в чем стоит. Как пройти опять-таки в этот огород? Установить возможно было только экспертным путем. Суд, он ведь что? Он смотрит документы, которые предоставила одна сторона эстетств, и которые предоставил ответчик. И уже по относимости и допустимости доказательств суд выносит свое решение. Поэтому здесь, конечно же, нужно было в этом судебном процессе бабушке, ну или представителю бабушки, ходатайствовать о назначении экспертизы, дабы доказывать, что непосредственно ее право нарушено, и что она вправе пользоваться своим огородом, своей баней, и, соответственно, возможность попасть туда только через земельный участок непосредственно эстца. Да, потому что сейчас ей приходится обегать почти полдеревни, чтобы попасть к себе в огород. Но вот это обстоятельство, оно же не выяснялось в суде первой инстанции, а только экспертным путем. Раньше Нина Александровна прорывалась просто так. Вот прорывалась, захотела, они же не всегда могут уследить, и пробегала. Тогда соседи, чтобы не было этих случайностей, поставили забор. Вот они имели право поставить забор? Нет, но суд здесь как бы указал, что не было истицы доказано, что идет препятствие в пользовании своим огородом. Здесь же вот это новое обстоятельство, что поставили забор. Конечно же, ей в порядке 301, как я уже говорила, 304-35 ГК РФ возможно подать исковые требования об устранении нарушения ее права путем либо демонтажа данного забора, либо предоставить доступ через проход этого забора. То есть получается, что соседи поставили забор на свою голову, потому что поставив забор, они как бы вновь открывшиеся обстоятельства открыли. Нет, нет, это маленечко, если с юридической точки зрения, это не пересмотр решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Это самостоятельный иск об устранении права нарушенного в связи с новыми обстоятельствами. То есть здесь у нас идет подача иска, мы можем предметы оснований указывать. И если в данном случае предметы остался тот же, спор по земле, то есть доступ непосредственно на огород, то здесь основания уже другие. То есть здесь как бы должна она уже говорить о том, что ее право нарушено, запрет на вход в свою территорию, другого входа нет и быть не может. И вот уже в рамках этого дела, когда она будет просить либо демонтировать этот забор, либо осуществить проход через этот забор, вот здесь в рамках этого дела она уже может требовать как раз назначения экспертизы и будет доказывать, что невозможно ей попасть на свой земельный участок. Земельные споры считаются самыми сложными у юристов, а в судах замучились слушать родственные истории о том, как раньше все жили одной семьей, а теперь... А теперь судебному разбирательству подлежит все. И ширина тропинки, и глубина колодца, и высота забора, и количество солнечных лучей, попадающих на грядки, и сами грядки. Да убоится сосед соседа своего. Вот такая народная мудрость на нас надвигается. Вера Борисовна долгие годы жила с соседями мирно. И границы своего участка знала точно. А тут по соседству новое поколение подросло. В наследство вступил сын соседей и стал городить забор. В 2000 году я сама делаю замер, но линейный замер. Я начинаю тут пристроить, делаю все, и мне нужно оформлять всю землю. Был землю, дом, все оформляю. Вера Борисовна границы участка мерила по старой бане. Оказалось, что старая баня не указ в новых отношениях. Я спрашиваю вот Степашина этого, как вы меряете-то, который в этом, в земельном-то, как вы меряете-то? А куда мне пальцем показали, туда я и намерил. Я говорю, как это? У нас же есть замеры, а у него ничего нет. Он говорит, нет. Старая баня, вот это вот, от этого места стоит метр восемьдесят. Вот, метр восемьдесят должно быть. Новые замеры производил МУП «Землеустроитель». Согласование с Верой Борисовной не проводилось. На возражение женщины от «Землеустроителя» молчок, от соседа мат. Он сначала полез к другим соседям, там отмерил. Та стала навоевать, и уже тот забор он переносил сам. Забор перенес, там ему штраф дали, все. Он начинает, ах, там нет, значит, можно сюда лезть, да, сюда переносит. Тут я начинаю, не даю. А тут он мне уже начинает стращать, я тебе сделаю, я тебе уделаю. Я тебе зарою, да так, в таком виде, вот, что ты, если тут только отсудишь у меня метр, я тебе дам. А штрафовали соседа за гробость на полторы тысячи рублей. А он столько матерных слов знает, что готов их на большую сумму произнести, лишь бы высказаться. При оформлении границ участков должны ли присутствовать оба соседа? Ну, соответственно, если устанавливаются границы земельного участка, то сосед, земля которого смежна с данным земельным участком, он должен присутствовать, он должен согласовать, что да, я согласен именно с этой границей. А если сосед не присутствовал при межевании, можно считать данный документ о межевании действительным? Ну, можно оспорить такое межевание в судебном порядке. Соответственно, суд уже дальше путем экспертизы устанавливает, кто прав, кто виноват. А если, допустим, присутствовал сосед или соседка, но не хочет подписывать данный протокол, да? Вы знаете, я всегда советую людям не просто вот не хочу подписывать, потому что я не согласен, а непосредственно отметить своей записью, что считаю установление границ неправильным и с данным установлением не согласен. И тогда уже в этом случае, соответственно, не будет регистрации именно по этим границам земельного участка, а люди просто будут уже разбираться, кто прав, кто виноват. Вера Борисовна понадеялась, что она наладит отношения с соседями и прекратила это дело в суде. Но Вера Борисовна думала, что вот она сегодня прекратит, а завтра, если что, она возобновит. И оказалось, что не так-то просто после прекращения судебного дела возобновить его. То есть практически нельзя. Ну, вы знаете, по ситуации с Вера Борисовна не все так сложно. Почему? Там можно подать другие исковые требования. Она изначально просила установить границы земельного участка. Между тем, из ее же иска ясно следует, что она на протяжении 15 лет добросовестно пользовалась непосредственно и открыто, пользовалась этим земельным участком. Поэтому здесь, если рассматривать конкретно ее дело, все доказательства, документы, которые у нее есть на руках, здесь возможен вариант подачи иска либо о признании права собственности на земельный участок с установлением границ, либо непосредственные исковые требования о том, чтобы по 305.1, 34, 305 ГК, чтобы ответчик устранил нарушение ее права как собственника данного земельного участка и так далее. Но здесь очень важно отметить, какой момент. Вере Борисовне, чтобы все-таки в следующий раз не приостановить и не прекратить производство, нужно пойти к адвокату, то есть специалисту по такой категории дел, чтобы именно адвокат грамотно, правильно составил исковое заявление. И более того, я бы все-таки советовала заключить соглашение, что на представительство в суде, чтобы в суде представлял ее интересы специалист и знал, какие ходатайства подавать, какие доказательства рассматривать, какие экспертизы проводить и грамотно ставить вопросы перед экспертами. От этого зависит исход дела. Ситуация обострялась не только юридически, но и физически. Для вражды забор не нужен. Вера Борисовна подала в суд на действия соседа. Возможно, она могла бы силой права сломать забор и вернуть землю, но по каким-то причинам попросила суд приостановить судебный процесс. Обратилась в суд. Но дело в том, мне пришлось приостановить. Немножко мой адвокат неправильно составил исковое заявление. Он написал, снять с кадастрового учета. А с кадастрового учета ни один участок не снимается. Надо было правильно написать и снять с межевания, сделать правильное межевание и правильно ставить кадастры учу эти. В настоящий момент Вера Борисовна готова снова пойти в суд. Но вот тут мы просим всех сидящих у телевизора сосредоточиться. Если вы приостановили судебный процесс, начать его снова нельзя. Таков закон. Теперь Вера Борисовна может обратиться в суд по этому делу, только если вскроются новые обстоятельства. И интересно для нас всех, при каких условиях гражданин не может обращаться в суд по иску? У нас есть определенная категория. Я уже говорила о том, что суд отказывает в рассмотрении дела, если есть предыдуциальные решения. По тем же ответчику, по тем же основаниям, по тому же предмету. Если выяснится, что лицо, которое подало иск, не деспособно. А во всех остальных случаях суд, пожалуйста, принимает решение, смотрит, рассматривает дело. И если не можешь обратиться с этим иском, то нужно ждать вновь открывшиеся обстоятельства? Нет, не нужно ничего ждать. Я еще раз говорю, что здесь нужно обратиться к специалисту-адвокату, ну или юристу, который занимается такой категорией дел. И уже конкретно из ситуации, из тех доказательств и документов, которые есть у человека, уже специалист поймет, какое исковое требование может быть подано в суд. Вновь открывшиеся обстоятельства – это совершенно другая категория дел. Это те обстоятельства, которые на момент разрешения дела по существу сторона о них не знала. И действительно, если только в рамках ГПК это будет являться вновь открывшимся обстоятельством. Не все так просто. Новые доказательства не будут являться вновь открывшимися обстоятельствами. Это только доказательства, не более того. А здесь мы речь ведем о том, что подается другое исковое заявление с другими требованиями и с другими обстоятельствами по делу. То есть не вновь открывшимися, а другими. И меня терзает смутное сомнение, а не виноваты ли люди, которые меряют землю, то есть работники кадастровых служб, землемеры, которые не точно работают. Вы знаете, здесь мы сталкиваемся с двумя категориями таких дел. Первое дело, когда специалисты выходят, и бывают просто чисто технические ошибки. Бывает такое, ну мы все люди, понятно, что мы можем ошибаться. В этой ситуации проще. То есть если есть ошибка, все исправится. Сложнее ситуация, когда речь идет об умысле, но здесь уже, извините меня, из гражданского дела мы можем перетечь плавно в уголовное. Но на мое счастье у меня таких дел не было. Ошибаются люди, но все поправимо. Ошибаются не люди, ошибаются профессионалы. А из-за их ошибок страдают граждане и даже платят деньги. Вот поэтому и существует еще, кроме специалистов, которые проводят измерения межевания, есть еще эксперты, которые уже в судебном порядке либо опровергают доводы, что специалист ошибся, либо подтверждают, что да, действительно, ошибка имеет место быть. Межевой кадастр всегда был важной нитью, связывающей взаимоотношения граждан, причем разных сословий. Потому что богатый человек всегда мог отмерить себе землю бедного человека, а бедный человек мог вдруг оказаться хозяином земли, о которой богатый мог только мечтать. В наше время серьезности мало в межевом кадастре. Кто-то на глаз меряет, кто-то в спешке. Но с каждым днем мы все пристальнее следим за границами участков и готовы за них сражаться с любым, кто посигнет. С родственниками, так с родственниками. У нас на Фейсбуке и ВКонтакте есть своя страница. Заходите, общайтесь, рассказывайте свои истории. Я с вами прощаюсь, а впереди у нас прогноз неприятностей. Здравствуйте! На этой неделе инверсия магнитного поля Земли влияет на работоспособность и снижает уровень интеллектуальных показателей. Вот почему принято решение отменить заочную форму обучения по юридическому и экономическому направлениям, а также по специальности государственное и муниципальное управление. Напряженный аспект квадратуры Земли в Уране негативно повлияет на продавцов и производителей. Роспотребнадзор вводит наказание за неисполнение предписаний в виде конфискации товара и приостановки деятельности предприятия сроком на 90 дней. Силой морозной планеты Уран решила воспользоваться Министерство финансов и заморозила бюджетные расходы по большинству государственных программ. Следите за звездами! Куда они? Туда и мы! Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok